Продолжение следует... 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 к этому событию, и из этого можно сделать вывод, что Мещан готов к сотрудничеству с профсоюзными органами для установления истины по данному уголовному делу. Полагаю, возможно применить в отношении его иную меру пресечения, а именно домашний арест. Я готов, конечно же, рассмотреть любые варианты, которые не будут касаться заключения подорез, потому что я, находясь в Москве, в Казани, не могу так же идти на работу и в Казани с точки зрения своего текущего места, и если это потребуется, являться хоть на какой-то постоянной основе. Полагаю, статьей 108, суд постановил избрать в отношении Мещан и Сергея Викторовича меру пресечения без заключения по стражу сроку на один месяц с одной сутки, то есть до 2 апреля 2017 года, и считая срок содержания по стражу с 27 февраля 2017 года, содержание в СИЗО-1 в городе Казани. В части данного продукта продукт абсолютно маркетинен, он рыночный данный продукт продает абсолютно все банки, если вы зайдете и увидите банки. И что на 100% в облигации это тоже запомнил? Если вы зайдете и увидите, я сказал, в банке Тургейске, то вы увидите, что в том числе есть 100% инвестиции в облигации управляющей компанией того же банка. Я, как доказательство, банка не могу предполагать, что у нее случится, потому что я сам работал в этом банке и всегда был гарантом качества работы этого банка. Продолжение следует... Продолжение следует...